Вы здесь телефон не выключаете? У вас он с собой, да? Нет. Не берете с собой телефон? А есть ли тут важный звонок? Записка принесла. Вы знаете, такой анекдот. Вы знаете, если оглянуться назад, вы увидите стену видеоблогов, да, где мы подготовили вам вопросы, которые могут разбавить нашу беседу или вовсе ее развернуть в другую сторону. Среди тех, кто выступает здесь, на этой стене, Алла Сурикова, она будет говорить про спорт, Борис Молкин, про закон, Александр Коржаков, про коррупцию, Светлана Журова, про спортплощадки, Алексей Митрофанов, про отставных, Артур Гаспарян, про политиков вообще, Юлия Бордовских, про героев, Александр Жулин, про СССР, Николай Усков, про деньги. Время от времени будем обращаться к этой стене и вносить свежую струю в нашу беседу. Ну что же, Дмитрий Александрович, можем? Можем. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень важный этап в нашей с вами совместной работе. Вы помните, что в прошлом телевизионном сезоне таким этапом был приход Аллы Борисовны Пугачевой к нам, потому что ты можешь здесь костьми ложиться в студию, но пока не придет Пугачева, ты не передача. Это так себя. Ну, и все-таки был еще один пласт людей, который никогда сюда не приходил. Никогда. Хотя очень часто об этом пласте людей речь шла. Это высшеправительственный иконостас нашей с вами страны. И, наконец, сегодня первая за всю историю нашей программы вот такая встреча. Ясно, что первым смельчаком, конечно, оказался наш казак, естественно, человек южный, господин Мутко. Для нас это большая честь. Здравствуйте. Здравствуйте, Виталий Леонидович. Вас часто критикуют. Если футболист выиграл матч, то все ему несут там и кубки, и цветы, и девушки, а министр как бы в стороне стоит. Но если, не дай бог, футболист не с твоей ноги ударил по мячу, виноват всегда министр. Как вы сами к этому относитесь? Ну, в целом, я нормально к этому отношусь. Я понимаю, что спорт – это такое явление очень серьезное, которое затрагивает всех. И поражения или победы в спорте, они влияют на людей, на настроение. Естественно, я, конечно, отношусь к критике после поражения нормально. Понимая то, о чем вы говорите. К критике мы сегодня еще вернемся, а пока давайте поговорим о личных достижениях в этих трех важных областях. Вы же у нас министр спорта, туризма и молодежной политики. Начнем со спорта. Два или три раза в неделю вы ходите в спортзал? Нет, я сейчас в спортзал не хожу, а практически ежедневно в домашних условиях занимаюсь физической культурой. То есть это железо или это какие-то… Нет, это велодромет, это велосипед, это, в общем-то, гантели. И где-то раз в неделю, если есть возможность, все-таки, ну, в сроке это воскресенье, это бассейн. Бассейн. Ну, со спортом более-менее понятно. Давайте перейдем к туризму. В этом смысле, опять-таки, личные достижения. Где товарищ господин министр отдыхает? Здесь у нас или там у них? Ну, вы знаете, вот три года я отработал, два года я практически… Ну, как у нас отдых, понятие такое сложное. Это 10 дней, где-то 10-12 дней в год. Прошлые два года я неплохо отдохнул на Волге. В этом году совместил, побывал в Испании пять дней. Ну, я считаю, что в России достаточно возможностей для отдыха. Мы, в принципе, по потенциалу находимся на пятом месте среди мировых стран. И по нашему культурному наследию, и по возможностям климатическим, и по возможностям историческим. Конечно, здесь самая большая проблема – это цена качества, услуги, которые мы предоставляем. Это то, что лежит на поверхности. Конечно, я вам прямо скажу, вот и спорта это касается, мы много сами себя любим критиковать, но надо просто честно смотреть на и правде в глаза. Да, но туризм – такая штука. Вот еду я с мэром Анталии на там одной какой-то встрече, едем вот по этой новой дороге, где новый отель. Он говорит, видите эту дорогу? Знаете, как мы ее тут называем турки? Как русской. Как поехали русские в Анталию? Это где-то начало 90-х. Так мы построили новый аэропорт практически на месте старого, мы построили новую дорогу, и все эти отели, что вы видите, построены только на русский день. А мы с вами в сочах наших грандиозных никак этого не сделаем. В чем дело? Нет, ну, во-первых, я еще раз скажу, это климат. В Турции замечательный климат. А у нас даже свет. Море, прекрасные возможности. У нас даже в Сочи сегодня, ну, таких пляжных возможностей нет. Это, честно, надо признать. И, естественно, цена – это второе. Ну, я вам скажу одну вещь, что все-таки мы с 91-го года самостоятельное государство и страна. И надо, честно, тоже говорить правде. До 96-го года никаких возможностей, никто этим и не думал, не занимался. Мы где-то в 2006 году только начали к спорту поворачиваться. Ведь если спорт проанализировать, можно меня критиковать за три года, что я проиграл все. Но, на самом деле, это единственная отрасль сейчас в жизни нашей страны, которая конкурирует в мире. 12-е место – это действительно серьезная конкуренция? Вы имеете зимние виды спорта. Не забывайте, что в зимних видах спорта за эти годы появились, ну, вот из 13 видов спорта, наших 4. Остальные, по сути дела, новые виды спорта. Шорт-треки, сноуборды, фристайлы. Мы с вами не то что традиции не имеем, мы вообще не понимаем. Название выговорить порой не можешь этого вида спорта. И не надо стесняться, что мы здесь пока проигрываем. Почему при большевиках спорт был таким сильным? Вы анализировали? А я вам не скажу. Ну, во-первых, мы были в Советский Союз, 240 миллионов. У нас была система спорта централизованная, то, что сейчас в Китае. У нас были общества, понимаете? А потом все это в 1991 году рухнуло. За эти годы наши тренеры постарели, средний возраст 70-75 лет. И многие... Вот эта вся система, конечно, вам дала такой результат. Да, но у нас-то за эти годы родился грандиозный Саша Овечкин. И сегодня это ведь наша гордость. Как они смогли этого Овечкина сделать? Кто? Так школы-то работали, и остаются еще школы. Просто многое мы достигали в результатах, вот скажем, последнего поколения, которое ушло спортсменам. Сейчас же какая-то дырка получается, да? Ни тренеров, ни спортсменов не будет. А сейчас был такой период в некоторых видах спорта, где полный провал. Вот видите, академическую греблю, там полный провал. И нам эти виды спорта сейчас нужно потихонечку, спокойно, не критикуя себя, не раздевая, не насилуя себя. Ну как не критикую? Нет, я имею в виду, ну понимаете, это спорт, это все может происходить. И если ты занимаешь второе или четвертое место, ну это не такая должна быть трагедия. Вот в этом плане нам нужно, мне кажется, не политизировать результаты в спорте. Вот и все. Они тренируются и готовятся. Мы начинаем не политизировать спорт, когда из всей 70-летней истории совка мы помним только одно. Плачущую Ирину Афанасьевну родину и улетающего олимпийского мишку. А сегодня, когда мы бываем в Лондоне, например, так мы только одно и получаем в качестве комплимента. А, вы соотечественники Абрамовича. Это ведь благодаря ему в Эмблис становится, понимаете, на задние лапы и поет калинку. О, вот как. Ну это разные вещи. Ну 5-7 лет назад наши граждане за границей стеснялись надевать символику российскую. Когда мы выиграли у Голландии футбол, всего лишь третье место на Европе заняли. Миллионы здесь вышли на улицу. Это было единение страны. И мы сегодня можем в спорте привести десятки таких примеров, в общем-то, выдающихся результатов и успехов наших. И наши хоккеисты, они за эти 5 лет становились дважды чемпионами мира. И то, что они сейчас сыграли неудачно в Ванкувере, там, допустим, это же не говорит о том, что у нас плохой или слабый хоккей. Это просто спорт. Вот так случилось, они так сыграли. Невозможно. Да, спорт, та же рулетка, в общем-то, да, как повернется шарик. У нас осталось 7 лет. Через 7 лет мы должны выиграть футбол. Кто будет играть? Кто будет их тренировать? Где мы их возьмем? Или мы купим на Западе? Нет, конечно, эта натурализация не наш путь. Нужна спокойная, серьезная работа. И вообще, я вам скажу, что это главное направление нашего удара. Это уделить внимание системе подготовки. Это хорошо. Но, опять же, нужно найти хорошего тренера. Да, мы берем дикоадвоката и ставим ему задачу, чтобы выиграть в ближайшем. И не ставим каких-то глобальных задач. Дикоадвокат или гус-хидинг – это тренер, который работает с тем, что у него есть. Если не будет притока, если не будет системы притока, и это не только в футболе. Люди не идут. И, конечно, мы приняли все соответствующие программы. Мы готовим же сейчас страну. Пригласили очень много проектов. Мы должны провести будем в 13-м году чемпионат мира по легкой атлетике здесь, в Москве. В 14-м году Олимпийские игры в Сочи. В 15-м году чемпионат мира по плаванию в Казани. Дальше в 16-м году чемпионат мира по хоккею. В 17-м Кубок конфедерации. В 18-м чемпионат мира по футболу. В принципе, это некий шанс для нас, для всех. Изменить самих себя и страну. И тем не менее, есть люди, которые утверждают, а зачем нам столько всяких олимпиадов в Сочи? Сейчас мы с ума сходим. Успеем, не успеем. Построим, не построим. А купится, не окупится. Мы потянем вообще все это под деньгами? Вы знаете, что так рассуждать – это не любить свою страну. Это же развитие вашей страны. Тем не менее, почему-то Дмитрий Анатольевич этим летом высказался в том смысле, что нужно разобраться с лобби, которое так или иначе наверняка в этой теме присутствует. Первый вопрос. Второй вопрос. Опять же, злые языки говорят, а не проще было бы взять эти деньги, огромные деньги, и впустить в то, чтобы развивать бесплатные детские и юношеские спортивные школы? Ну, это же разные деньги сегодня. Ну, разные деньги и разные зоны ответственности. Детская и юношеская спортивная школа сегодня находится в ведении муниципалитета. Это его ответственность. Конечно, мы частные инвестиции будем привлекать, безусловно. Скажите, а наши футбольные команды, они дороже, чем те же английские, например? Почему наши олигархи не покупают наши футбольные клубы? Ну, как бы, 5-6 клубов в стране, они сегодня, ну, во владении находятся или серьезных компаний, или частных бизнесменов. Вы бы лично какую команду купили? Зенит? Нет, я никогда бы лично не покупал ни одну команду. Почему? Я бы делал команду и Зенит, когда я работал 10 лет президентом, я ее делал, я хотел ее делать народной. То есть, речь идет о том, что, в принципе, я считаю, что можно... Это опасный путь, когда один человек владеет командой. То есть, ему завтра надоело, он ее бросил. Мы видели примеров десятки в мире и у нас. Поэтому, конечно, лучше делать, чтобы это были акционерные общества. Господа, можно обратить ваше внимание вот на какую штуку? Мы, конечно, понимаем, что это важная вещь, вот эти спортивные сооружения. Но позвольте показать вам, как вот в мировой сети отражена, например, невероятная футбольная сила. Это фавела бразильская. Господи, какие же смешные условия. Сейчас мы увидим, как будущее короли мирового футбола в 10 лет обуты. Вот посмотрите, это и есть та самая легендарная бразильская фавела. Вот эти дети, это же Эрзини в будущее, несомненно. А сейчас они будут здесь анучи. Вот это вот, вот то, где они тренируются. Вот это их физиономия. Но сейчас мы увидим их ноги. Вот их ноги. Вот их экипировка. Вот этот кул... О, пожалуйста. Побежал. И вот этот, значит, сейчас ребенок, начнет показывать такие кулебяки ногами, понимаешь? Откуда же они это все... О, посреди чего они тренируют свои ноги. Так что, когда они в 15 приходят, они уже и получаются Жерзиню, Пелега, Винчи или кто-то. Господи, в каких условиях растет этот самый бразильский футбольный подшерсток? Это репортаж прямо из Павелла. Скажите мне, откуда же у них такая сила, эти бразильцы? Никаких сооружений, никаких затрат. Я вам скажу, уже могу сказать, как член исполкома ФИФА. Это, конечно, мы тоже часто ФИФА крутим, эти кадры. Это так и не так. Сегодня, конечно же, звезды Роналда и другие сейчас звезды мирового футбола, те же Бразилии, они, конечно, не совсем отсюда уже, что по всему миру уже созданы академии соответствующие. Они, конечно, забирают талантливых молодых ребёнок. Вот этот ребёнок бегает, бегает по этой жуткой фавелле, и вдруг попадает в поле зрения кого-то. Он попадает в поле зрения таких, значит, скаутов и представителей клубов. Вот, допустим, Месси, лучший игрок мира два года подряд. Его же в 11 лет привезли в школу Барселоны уже. Они взяли нам вот систему. Понимаете, мы должны поменять свой подход. Сейчас просто нужно очень внимательно относиться к молодым талантливым людям. И в эти звёздочки выбирать, селекционировать, отбирать. А мы порой просто не отбираем, а набираем в сборную страны. Вот задача. Поэтому, конечно, для начала наладить это всё в стране. Я знаю, что у нас в стране талантливые ребята. Ух, найдём мы этого талантливого парня, забьёт он пару мячей, потом его купят в какую-нибудь команду за хорошие деньги. Так мы его и видели. Есть одно предложение, если не возражаете. Можно обратиться к стене видеоблогов, выбрать любого участника и послушать, что он скажет. Что вам больше всего нравится? Про спорт лучше. Лучше про спорт. Про спорт говорит Алла Сурикова. Я болела очень долго в детстве. У меня был ревмокардит, ещё что-то. И в школе была освобождена от физкультуры. Потом мы переехали с родителями в другой район. Я пришла в школу. Был такой преподаватель физкультуры Евгений Прохорович. Я говорю, Евгений Прохорович, я освобождена от физкультуры. Он говорит, так, завтра спортивные шаровары. Тогда мы в майку, тапочки и вперёд на физкультуру. И надо сказать, он меня спас. Потому что я начала заниматься сначала просто физкультурой, а потом спортом. У меня был второй юношеский разряд по волейболу. Я начала заниматься плаванием. Я играла в настольный теннис. Я переборола свой ревмокардит. И я понимаю, насколько важно. У меня мальчик со мной учился в одном классе. Такой хилый ходил Гриша такой. В общем, всё. И вдруг в какой-то момент после лета приезжает парень, садится за стол с самым сильным нашим бандитом в классе и кладёт его руку. Он всё лето занимался спортом. Про спорт я могу говорить много и восхищённо. Во-первых, потому что у меня лежит сценарий, который называется «Полный вперёд», который начинается с таких примерно слов. Соколов стоит ряд мальчишек, примерно 9 лет. Ходит в физрук мимо них и говорит «Наций чахнет, вымирает, слабеет». А всё почему? Почему, Соколов, отвечай? Потому что не занимается физкультурой. Говорит, правильно. И дальше он говорит, в 3 часа дня все с мамами и с папами на эстафету. В обязательном порядке. И дальше вся история очень смешная, очень трогательная, такая семейно-спортивная. Поэтому я надеюсь, что наш министр сейчас услышит про крик души и про важность темы. И тут же распорядиться, выдать деньги на картину «Полный вперёд». Алла Сурикова, режиссёр, её внук. Алла Сурикова, хороший кино. Её внук баскетболист, к 14 годам уже вырос до 2 метров. И Алла Ильинична теперь мечтает, чтобы он занялся другим видом спорта, потому что мальчику стало трудно покупать одежду. Итак, вы очень хорошо сказали, да, что министерство полтора года, я возглавляю один год, за год развалить спорт нельзя в нашей стране, да? Так что же получилось? Он сам по себе развалился, потому что никто не обращал внимания? Или его, как водится, почувствовать свободу мы с вами потихонечку его растащили? Ну, во-первых, он не развалился, конечно, в таком понимании. Но интерес, конечно, к спорту у молодёжи, у детей, в школах, он, конечно, резко упал. Поэтому, конечно, сейчас мы приняли ряд решений серьёзных. Это, прежде всего, обязательных 3 часа урока физической культуры и спорта. ЕГЭ по физкультуре в результате? Думаю, что после 2014 года возвращение к комплексу ГТО, где мы могли бы, в принципе, где-то некий такой делать. А почему после 2014? Ну, всё-таки я считаю, что нельзя телегу стоять переди лошади, надо сперва для начала этот урок физической культуры возродить. Мне на секундочку показалось, что 2014 год всё-таки для вас какой-то водораздел. Олимпиада. А вдруг не сложится? А вдруг не возьмём то количество медалей, которые должны взять? И тогда уж точно господин министр должен будет уйти в отставку. Или опять не уйдёт? Да дело разве в отставке или там в том, если бы, допустим, вот медаль там конкретная действительно зависела бы от этого, что я её не выиграли из-за меня конкретно. Конечно, я бы давно уже сам ушёл, и я думаю, есть кого мне отправить. Просто мы реально понимаем, что сегодня, ну, мы делаем-то правильные шаги сейчас. Мы возрождаем массовый спорт. Да, мы депутаты, президент говорят, что шаги неправильно, ничего не сделаем. Почему? Давайте посмотрим. Обеспеченность спортивными сооружениями страны. 26 процентов. Это всё хорошо. Но почему они ставят вам неудовлетворитель? Может, завидуют? Может, хотят на ваше место? Вы знаете, я вам хочу сказать, мне тоже сложно на этот вопрос отвечать. Я могу, сказать, во многом к политике это отнести. Виталий Леонидович, мы вас очень хорошо понимаем. И даже знаете как, вот по-человечески, вы же стрелец, насколько я понимаю, по гороскопу, да? А стрелецу важно, чтобы его шаги всегда одобрялись обществом. Я бы не знаю... Ну, не совсем можешь одобрялись, я хочу, чтобы понимались. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог. Если бы я был на вашем месте, я бы давно сказал, докатитесь вы, знаете, куда? Это безответственно. С одной стороны, но если все дают повод, иди, иди, уходи, уходи, ты нам не нужен. Потому что перемены серьезные идут, изменения идут. И все прекрасно понимают, что сейчас вот даже я уйду, уже результат какой-то будет. Тут как раз очень удобно в тронувшуюся с тупика вагон впрыгнуть. Понимаешь, почему бы и нет. Зачем завистники? А что вы думаете, роль человека, она достаточно велика. Я с этой командой в Ванкувере прожил все эти дни, и с ней прилетел единственный на самолете. И вышел из аэропорта с ней, и я ее не оставил. И я в раздевалку пришел к Саше нашему, да, овечку, ну и к команде. Ни один человек не зашел. Мне один большой-большой наш политик сказал на парковке уже, значит, кого ты сюда привез? Я сказал, я привез двукратных чемпионов мира. И ты меня оттолкнул в Швейцарии, когда они выиграли чемпионат мира, выбежал первый на лед и перед камерами горцевал. На самом деле, я понимаю, что у поражений сегодня, ну, вы знаете. Немцы так говорят. У победы отцов много, а неудача всегда сирота. А вот по-человечески, так интересно, вы сейчас пошли уже в человеческую штуку. Слушайте, а можно вот спросить у вас уже теперь, как у представителя правящей верхушки страны. Расскажите, что вы там за люди такие были в этом юрфаке ЛГУ, который вы закончили? Как вы, скажите, вы когда, ну, еще никаких не было даже предпосылок к тому, чтобы, предположим, господин Медведев, господин Путин возглавили бы нашу структуру. Вы уже тогда виделись с ними, общались. Какая-то была кармическая расположенность к тому, что рано или поздно вы возьмете страну, ну, на плечи? Ну, во-первых, мы же работали вместе, 91-й год в администрации города, 91-й, Анатолий Александрович Собчак был мэром города, 91-96-й год. Я вам прямо скажу, это сложнейшие годы. Какой-то, может быть, не было предположено, но был такой, знаете, такой энтузиазм и огромное желание что-то сделать, изменить. Если у вас какой-нибудь кредо в жизни, которая позволяет вам очень сложную, архисложную, ну, карьерную или, как сказать, последовательную лестницу преодолевать. Ну, просто быть честен вот с людьми и, знаете, перед собой быть честен. Но у меня очень большая самооценка, вот то, что вы говорите, там, критика, прочее, больше, чем я себя оцениваю или критикую, или... Это она, что она низкая, это самооценка. Наоборот, она такая, поэтому я, понимаете, очень жестко отношусь ко всем вопросам. Ну, и второе, я стараюсь быть обычным, я никак не чувствую, что я вот министр, ну, я обычно. Даже мы чувствуем, что вы министр, а вы не чувствуете как-то так. Нет, для меня это очень... я свободен. Скажите, есть ли такие конкретные традиции, которые были заложены в Смольном при Собчаке, которые сейчас, благодаря господину Путину, господину Медведеву, также еще живы и в Кремле? Есть такие какие-то традиции? Ну, я думаю, что... Нельзя зайти без чего-нибудь, или вы как-нибудь приветствуйте себя. Ну, хочу сказать, что на самом деле у Владимир Владимировича Путина он многие вещи, конечно, взял. Конечно, ты к нему просто так не зайдешь. Во-первых, первое, у него очень бережное отношение к людям. Никогда никого просто так вот там не... ну, скажем так, какое слово применить, не выгонял там бесследно, там, если этот человек принес хоть малейшую пользу до этого, а просто у него что-то не получается. Это, конечно, дорогого стоит и накладывает огромную ответственность. Как вы друг друга называете? Вот вы вот эти ленинградцы того... давайте так, того призыва. Да нет, ну... Ну, как-то вы называете себя? Ну, вот ваши оппоненты называют вас кооперативом Озера. А как вы называете себя? Юрфмаковцы, ленинградцы? Нет, нет, такого нет. Такого нет. Команда? Такого нет, названия никакого. Сейчас уже нет здесь разделения внутри на команды. Есть общая команда, у нас общая ответственность. Виталий Леонидович, помните, такой анекдот был годы... лет 8, наверное, назад, да, когда чиновника назначают во власть, говорят, слушайте, ну, никак не проходит. Родился где? В Москве. А матушка откуда? Из Казани. А папа откуда? Тоже москвич. Хорошо. А работал где? В Москве. А прописан где? Ленинградский проспект. А, ну, хоть что-то. Не значит ли это, что всё-таки здесь работает команда, стоило появиться одному из Санкт-Петербурга, как тут же... Мы, москвичи, называем вас питерскими, например, да, хотя, по большому счёту, наверное, это неправильно. Что это такое? Это кумовство некое? Или это люди, с которыми ты работал, которых ты знаешь, которых ты... Я вам даю два варианта ответа, кстати. Да нет, ну, вы просто здесь, мне кажется, сами ответили во втором варианте на этот вопрос. Конечно, когда у тебя фактор времени, и тебе надо это делать быстро, оперативно, ты приглашаешь людей, которых ты знаешь. Первое время, когда у президента было много задач, были сложнейший период наше Отечество и государство, мы просто... Понимаете, мы уникальные люди, мы просто в сегодняшнем днём живём, мы не хотим возвращаться, и не надо к этому возвращаться. Нам нужно плохое помнить о нём, ну, не стараться... В каком времени? Ну, я вот даже возьмите, 91-й, 94-й, 95-й. Ну, в каком времени возьми, сложнейший период, мне кажется. Да нет, сейчас я думаю, что если мы вот так будем спокойно развиваться, я думаю, что всё будет нормально. Вот здесь в этом смысле хочется спросить, это ваше личное ощущение, что сейчас у нас нормальный период, да? Не будь вы министр, со стороны глядя на всё это. Нет, нет, я не могу сказать, что у нас очень много, у нас достаточно проблем, даже в моей отрасли, то, за которую я отвечаю. Есть, конечно, разность развития регионов, их надо выравнивать, люди по-разному живут, есть отдалённость от власти, порой на местном уровне, свои рублёвки и прочее. Простите, отдалены от власти так, что и не представишь. Матрос-моторист. И как, вот как всё это произошло? Это какие-то, я не знаю, случайные встречи, закономерные связи или это целенаправленное желание? Да никакого желания нет. Рано или поздно приносить стране пользу, например. Я просто всегда так воспитан, у меня, к сожалению, отец умер, для меня это был человек, который там, вы знаете, вот после смерти отца я как бы перебирал там вещи и взял его трудовую книжку. И вот, знаете, я её листал, и у меня, ну там нет, как сейчас можно сказать, живого места, да, поощрения, поощрения, там, дарник всех пятилеток, там, когда этого. Ну, он был просто, был сперва грузчиком, потом бригадиром был, промывальщиком в вагонах. И, вы знаете, вот вам скажу, это просто наше такое воспитание, так это была оцеленность. Я помню, даже ПТУ закончил и прошёл всё. Кстати, почему ПТУ? Ну, так получилось, вот в Ростове-на-Дону я поступал в мореходное училище. А в институт проходной бал был высокий? Нет, я бредил морем и хотел стать моряком. И мне не хватило там какого-то там балла или полбалла. Не помните по какому предмету? Диктант. Мне сказали, что я получил три. Опять не вытворительный? Да, практически, да. И я так не получил. Мне предложили на другой факультет, и я сказал, нет, я хочу быть капитаном. И, конечно, вышел, забрал документы и уехал вот тогда в Ленинград. Мне было там 13,5 лет, там 14. А что вы чувствовали тягу, что вы можете управлять большим количеством людей? Ну, нет, я просто хотел быть капитаном, вот и все. Я хотел быть моряком. И уже тогда не боялись ответственности? Нет, вот меня тянуло к такой работе. А потом уже, я когда закончил ПТУ, ну, мне сразу как-то так повело в общественную работу. Ну, уже когда я учился в Ленинградском речном училище, ребята там меня избрали председателем правкома. Мы там начали чудить, закрывать проходную. Женщины там шли, когда вечером наши повара и прочие, проверять, что они выносят. Закладку этих самых продуктов, питания, нормы же были везде. Ну, в общем, выполнял я уставы профсоюзные. Ну, вот тяжело вам приходилось, небось. Начальник училища вызвал меня, сказал, слушай, ты можешь прекратишь это? Уже тогда была коррупция? Да не коррупция, а просто скандалы, кому какие нужны были. Ну, мы тогда занялись искоренением дедовщины там, кстати говоря. Дедовщины? Да, полностью. Это очень важная и очень, очень немного красноречивая штука, когда не кто-нибудь сверху по партийно-правительственной комсомольской вине, а когда сами люди выбирают одного из своих же качеств и прав, свой знаний. Это то, что называется в групповой психологии, неформальный лидер становится, формальный. А не приходилось за это кулаками так немножко в туалете после отбоя поработать? Нет, было у нас, все было, курсантские годы, все было. Вот, понимаете, когда ты проходишь еще и ПТУ, это школа мужества у нас называла. Да, школа мужества. Да, потому что мы после восьми классов поступали, а там приходили же ребята после армии, там приходили на восемь-десять месяцев получить профессию. И говорят, чего там только не было, мы натерпелись. Так, молодой, налетел на Колобаху, да? Да, получишь посылку, пока до третьего этажа дойдешь, яблоко останется. А ваш отец, которому вы так дорожите его памятью, какие-нибудь уроки-то вам оставил? Ой, да много, конечно. Много-много? Ну, много, может быть, переломный, немножко такое часто вспоминаю. Я когда закончил ПТУ, я начинал с матросом по свиску, который там разную всю работу там проделал. Что это матрос? Ну, это тебе правый борт, и ты вечером ходишь, должен там ходить с повязкой. Если тебе, значит, там два звонка, это тебя, ты подходил к трубке и брал, значит, матрос такой наслушает. Он говорит, зайдите в пятую каюту, у них окно не открывается. Или там на баке что-то ищем. Потом я продвигался быстро по служебной лестнице. Потом я стал, значит, швартовщиком. Это, значит, я стоял там на одном месте. Потом я уже вахтенным, а потом я уже рулевым заканчивал. И мне наступило 18 лет, конечно, я ушел сюда за гранплавание. И потом все-таки меня вызвали в отдел кадра, говорят, поезжай в отпуск, положено. Значит, ну я богатый такой, потому что деньги-то серьезные там платили. Я все эти отпускные все получил, подарково приехал. Взяли зубровочку там, с отцом сидели на пляже. И вот я в урок, он мне говорит, ты что думаешь? Ты когда думаешь в армию идти? Я говорю, подожди, ну как в армию? Я лет пять похожу в море, а зачем мне сейчас? Потому что повестка приходит, я в море, значит, ну там. Он, нет, так нельзя. Ты или иди в армию, или учись. В общем, так мы под бутылочку зубровки с ним поговорили. Я собрал вещи, поехал, поступил в Ленинградское вечное училие. Вот такие вещи, вот такие уроки, когда ты должен, обязан, ты должен служить в армии. Это нормальный, это твой долг, ты должен это сделать. Или иди в училище кафедра, там закончишь, но ты не должен бегать от армии. А вот же вы еще, то спорт-спорт. А вот же вы еще министр по делам молодежи. А это совсем интересно. А мне кажется, что журналисты правы, когда говорят, ну нету таких молодежных проблем. Есть общечеловеческие проблемы. Просто в 17 лет человек переживает их острее, но они одни и те же. Ну, например, это проблема занятости. И, конечно же, существует проблема неразделенной любви. Слушайте, а ну и в 50 бывает такая проблема. Просто в 17 ты готов башкой вниз с 9 этажа. Неужели министр по делам молодежи должен решать проблему неразделенной любви? Знаете, я уловил, я думаю, вот есть у нас оппоненты, которые не дают нам возможность принять отдельный закон о молодежи. Вот мы сейчас неплохо поработали за эти два года, создав условия для поддержки талантливых молодых людей. У нас не должно, там, Билл Гейтс не должен проскочить, условно говоря, да, незамеченный. Билл Гейтс не пройдет. Мы создали общегосударственный сайт, куда любой человек может, у него есть какой-то проект, который ему нужно помочь реализовать. Он может его написать и заявиться на этот сайт. Дальше у нас экспертный сайт, серьезный, мы смотрим. После этого мы учредили целую систему грантовой премии. До 5000 таких грантов. До самые высокие, президентские, значит, до 2,5 миллионов рублей. Скажите, а дочки ваши знают адрес этого сайта? Да, конечно, знают. Ну, в принципе, как бы, старшая у меня, она уже врач, стоматолог, мама, вот, Блыча, второго ребенка уже. Они учились здесь? Нет, конечно, учились в Питере. Вот, обе школы закончили там. Обычные школы? Ну, старшие обычные школы заканчивали. А сколько лет? Ну, серьезный возраст. Старшие уже больше 30, а младшие вот уже будет где-то 26. А вы сколько в браке? За 30 уже лет. А где вы познакомились? Вот, вы знаете, когда... Моряк был, когда на практику. Зашел здесь. Да-да-да. Моряк в развалочку сошел на берег. Такой деловой. А на воде или кадров работал? Да. Ну, она там была, как на практике. И, в принципе, мне надо было заверить характеристику. Я зашел просто, спросил. Никто на меня не... Даже не... Не обратил внимания? А девушка обратила? Помогла мне. Понятно. Ну, я уже чем через день пригласил на свидание. Так. И через месяц предложил руку и сердце. Нет? Ну, где-то, может быть, и побольше. Побольше я еще в море сходил. Знаете, такое испытание серьезное. Вот, когда ты расстаешься намного на 6-8 месяцев. То есть, после пленных встреч, свиданий, когда ты уходишь на 6-8 месяцев, ты сам себя же проверяешь и чувства свои... А как жила молодая семья? Да плохо же, как жила. Как обычно все. Немножко я, конечно, когда в море там ходил, там, немножко я зарабатывал, конечно. Вот сперва мы жили... Ну, как бы... У них на квартире, у родителей, жены, ну, очень мало. Я как-то, мне это не понравилось. Я стоял на очереди, до подхода очереди жилье было у нас. Мы жили там на Балтийской улице, вместе там не было горячей воды. Кстати, как изменились ваши условия жизни сейчас? Вообще, как живут министры? Да никак, я живу нормально. Обычно. Слава Богу, Господи! Ну, опишите, к примеру. То есть, вы не стали бы жаловаться. Небольшая малогабаритная квартира. Ну, да, небольшая. Кстати, вы все правильно говорите. Я обычно живу... Метров 150. Нет. Давайте, чтобы мы не придумывали, вы сделаете это самое? Нет, на самом деле, как, ничего здесь такого. Вы думаете, если министр что-то прилагается к его должности, ничего не прилагается. Прилагается автомобиль, прилагается, может, можешь взять дачный участок, временно арендовать за деньги вот в Архангельском. Ну, вот мы как-то побывали, значит, в Архангельском, ну, один раз, и мы не стали пользоваться. Дорого? Не то, что дорого, каждый день ездить в таких пробках... Нет, ну, дело в том, что, допустим, мне не нравится ездить с мигалкой по этой разделительной. Если думает кто-то, что это так удостовляет кому-то удовольствие, вот поверьте мне, вот этим... Поверьте. ...тридцати там... Да, вот космигалка, сейчас все узнаем. Да, я практически, мы не пользуемся, может быть, два-три случая. Мне кажется, вот вы не обратили внимания, что мы как-то за последние несколько лет крен-то сделали больше чиновников, раньше мы говорили о бизнесе, олигархах, там, прочее. Вы понимаете, поверьте мне, многие люди живут в сотни раз лучше, чем живет этот министр, там, или какой-то чиновник. Да просто, чего сравнивать? Как живет министр? Я, допустим, сегодня не имею, вот в Москве, допустим, никакого ни загородного дома на сегодняшний день, ничего, я пока не понимаю, как это сделать. Если говорить обо мне, я живу нормальной, обычной жизнью. У нас есть квартира, я буквально, в смысле, там, год назад закончил, там, выплачивать, ну, как бы, по ней определенные выплаты. Сюда, сюда, да. Вот и все, больше, особенно, мне, в принципе, ничего пока и не нужно. Господин министр, а почему на поездке министров за рубеж, вы понимаете, да, что сейчас так или иначе вещь зайдет о счетной палате? Понимаете, есть постановление специального правительства, что, в принципе, министры, там, члены правительства оплачивают свои поездки по фактическим расходам. Когда я приезжаю в какую-то командировку, меня встречают, меня везут в какую-то гостиницу, я что, должен встречающего человека спросить, слушайте, а сколько стоит будет номер? Не я выбирал гостиницу в Ванкувере. В Ванкувере предоставляется гостиницам МОКОМ, предоставляется, она для высших должностных лиц страны. И при этом им же и счет еще предоставлено. И они, и там все жили министры, там жил министр Франции, Швеции, я не знаю, там, Канады, там. Наши все жили, не буду их называть, просто, просто именно, ну, надо было по мне немножко поехать, поэтому записали на меня. Это первое. У нас было там пять номеров, ну, выбрали мой номер, понимаете, то есть... Явно кто-то под вас копает. Да не в этом дело, просто, понимаете, проиграли олимпийские игры, ну, проиграли олимпийские, повод есть, ну, почему не наехать. Конечно, какие там сверхрасходы. На пять номеров, просто на этот номер, где я жил, выписаны были завтраки, не входили эти ваучеры. Их записали, что я один их ел, там, ну, господи, смешно просто. Предлагаю вам снова обратить внимание на наши блоги, и все-таки я думаю, что, ну, не знаю. Я про героев хочу послушать. Про героев рассказывает Юлия Бородовская. Юля, тем более она. Мне кажется, что герои сегодняшнего дня это спортсмены, они всегда были героями, люди, которые всю жизнь выкладываются на сто процентов. У них нет, сегодня вот я по работе, завтра валяюсь. Они трудятся ежедневно, ежеминутно. Они герои, люди, которые выигрывают для нашей страны, там, Олимпийские игры, Чемпионаты мира. Это явно герои нашего дня. Еще герои нашего дня, безусловно, писатели, которые... Такой жестокий мир и жесткое время жестокое. И найти вот эту вот грань между, как мне кажется, конъюнктурщиной, которую действительно все будут читать трупами и так далее. И там всей этой вот страшилкой и истинной литературы очень сложно. Поэтому люди, которым это удается сделать, наверное, они герои. Да, я считаю, что сейчас все люди герои, потому что выжить сейчас совершенно стало невыносимо вот так, как раньше, с легкостью, да. Сейчас такое время начинается сложное, проверочное для всех. Очень многих людей сокращают на работах, увольняют. Это ужасное время. И мне кажется, что сейчас те люди, которые выстоят, вот этот вот сложный период для всего мира, то, наверное, они будут героями. Спортсменка, писательница, журналистка Юлия Бордовских. А кто для вас герой? Безусловно. Ну, безусловно, герой я с Юлей соглашусь. Конечно, те ребята мои, прежде всего, спортсмены наши, которые... Я знаю, какой труд они прилагают, что они, вот скажем, достигают выдающихся результатов. Да, если бы не было истории о том, что соревнуются по большей части все чаще и чаще не спортсмены, скажем, медицина, химия. Ну, вы знаете, есть виды спорта, где химия невозможна. Да, мы не можем обойтись без технологий, но это тоже подтверждение того, что, значит, на каком уровне и этапе развития находится наша страна. И не надо только на министра спорта говорить, что сегодня, если мы не побеждаем, это наш результат общий, ну, общий. Общая победа и общее поражение. Почему нас ловят на допинг-контролях? Все чаще и чаще. Нет, это неправда. Последние три года вас чаще и чаще не ловят. Три года назад, действительно, мы были страной, похожей на Африку. Нам уже вынесли желтую карточку. Все же употребляют. Не совсем так. А где же они не попадаются? Не совсем так. Значит, употребляем. Значит, дело в чем, что здесь много факторов было. Во-первых, мы, посмотрите, вот у нас академическая гребля. Мы поехали в Пекин, у нас всю федерацию дисквалифицировали. Вся сборная была снята. Значит, у нас лыжные, лыжи накануне Ивангургской Олимпиады. Около семи спортсменов были дисквалифицированы. Неужели китайцы не назовят это кино все? Значит, две вещи, с которыми я столкнулся, придя на пост с министра. Первое, это абсолютная защита и абсолютная идеализация этих ребят, которые попадались на допинг-проп. Все виноваты, а он в спящем виде, ему кто-то занес туда вообще. Это, в принципе, фальсификация и обман людей. Мы еще и за это потом платим бонусы и прочее. А как американцы это делают, что не попадаются? Я объясню. Всем же ясно, что все это делают. Второй момент. Заметные технологии. Что я могу сказать? Мы сейчас наладили ситуацию. Вы видите, три года у нас более-менее. У нас своя система созданная, антидопинговая лаборатория. Мы усилили свое политическое влияние в ВАДА. Мы там начали участвовать во всех комиссиях. Хороший жестик. А мы платим огромный взнос туда. А Черкизон нам поможет? Черкизон, значит, мы выселяем, и эта территория будет развита. И там будут построены современные спортивные центры и научные. Но к Олимпиаде не успеем же. К Олимпиаде, я уже сказал, это в ручном режиме. Все, что есть у нас, мы все сделаем к Олимпиаде. Давайте обратимся еще раз к нашим блогам, если вы позволите. И почему, Виталий Леонидович, вы обходите... Какой? Про политиков я не говорю, про коррупцию, про закон, про деньги. Нет, я не обхожу. Пожалуйста, какой вопрос мы можем? Мы можем про коррупцию, но она уже, по-моему... Что, все? Больше нет коррупции? Нет, дело не в этом. Просто столько о ней говорят... А вуз и ныне там. Ну, давайте послушаем, по крайней мере, что говорят про коррупцию. Александр Крыжаков у нас будет выступать на эту тему. Чиновники берут деньги, а вопросы многие не решают. Я, допустим, просто знаю, про них говорят, он сделал чемодан денег, а вопрос не решил. И не знаем, куда обращаться, потому что берет, но не делает. Вот такое мнение. Как вы лично боретесь с коррупцией? Ну, у нас сейчас много инструментов, все-таки. Любое распоряжение, приказ, который я подписываю, это антикоррупционная экспертиза идет. Вот именно на создание предпосылок, условно, да? Мы говорим с вами о футбольном чемпионате. Ну, как я могу? Здесь я, допустим, предложил сразу, чтобы у нас не было никаких промежуточных звеньев. Вот стоимость стадиона должна быть публичной, понятной людям, да? Ну, и потом вот в спорте, я не знаю, у нас отрасль такая публичная. Все-таки об этом речь идет. Не знаю, вот говорят, кошмарят бизнес. Но я не знаю, значит, там, ну, в смысле, с точки зрения больших проверок. Ну, я, допустим, хочу сказать, как министр, я три года работаю. Мы постоянно пьем проверкой. Постоянно. Ну, что самое страшное? Счетная палата проверила, нашла нарушение. Депутаты вызвали, пропесочили. Или, Дмитрий Анатольевич, для вас? Да не, что значит страшно. Я могу вам сказать, ну, страшно, не страшно, просто обидно, а не объективная критика, даже если вот вы о депутатах говорите. Ну, я же не волшебник завтра, там, условно, там, вот, все побеждать. Это наши общие проблемы. Вы приходите домой, тяжелый рабочий день. Вы сбросили ботинки, поставили в угол портфель. Как уйти от этого всего? На чем вы становитесь? Да сложно не уйти, не уйти от этого. Это самое сложное. Ну, а кому идете за помощью? Знаете, вот, самое обидное было всегда, когда ты приедешь домой, от меня отец умер 9 марта. Просто неожиданно. Вот, просто я 7-го был, мы посидели, выпили с ним по рюмочке, там, поговорили. Очень серьезно, обо многих вещах. И, конечно, я всегда чувствовал, что им тяжело. Вот им тяжело. Они же не понимают этого всего, что мы с вами понимаем. Что есть политика, что есть разные вещи. Есть тебе открытика ульт-депутата, а потом тебе вечером звонит. Ну, как я? Есть предмет разговора дальнейшего? Есть и такие вещи. Как это, как это, как это? Ну, это я так, не буду ловляться. Ну, есть каждый... Вы же питька для того, чтобы вас выключить в что-нибудь? Ну, понимаете, не в этом даже плане, значит, а может быть... Знаете, здесь каждый ведь как? Каждый какую-то свою цель преследовать. Я хочу вам сказать, что готов за каждый час своей работой отчитаться. Это понятно. Вот все, что мы делаем, ну, все возможное сейчас, что делать. Ну, вот сегодня наши, я говорил, ребята уронили палочку на эстафете. Что вы в этот момент сказали? Да я сказал, то, что как нормальный человек, то, что говорят, знаете, когда Бэхэм бьет пенальти и не забивает. И ему по почте посылают английские болельщики мягкие игрушки, говорят, Дэвид, как тебе сейчас тяжело? Мы, конечно, сегодня вот так выстроены, мы сразу осуждаем. Вот я вам скажу, у нас девчонки на чемнате Европы проиграли белорусском, вот на последнем. Я зашел в интернет, мне было страшно читать и слушать. Вообще в интернете лучше комменты не читать. Нет, просто дело-то не в этом. Они могут быть не читать. Читают их родственники, знакомые. Понимаете, вот идет такое психологическое давление. А самое страшное, когда вот оскорбление идет. Вы же у нас звезда Ютьюба. 9 миллионов просмотров. Жутчайшие комментарии. Про Майхард, что ли? Да, конечно. Ведь это же ваша, как вам сказать, область. Я имею в виду вот эти, как называется, дети, дети-то эти. Вот они права, что значит мне это сделать. В Екатеринбурге один молодой человек подошел, говорит, распишитесь, дает мне майку. И там вся речь. Так, давайте послушаем. Вот, значит, какие-то... Это не греи сейчас не делаю. Видели это? Ну, это не злоумышленник, это такой диджакей от новой скулы. Ну, короче, понятно. То есть, звезда интернета в полном смысле. Ну, спорт же слегка шоу-бизнес, правильно? И в этом смысле, по большому счёту, мне кажется, вы принесли довольно ощутимую пользу. Кто вас надоумил говорить по-английски? На самом деле, конечно, можно было бы, конечно, и нужно говорить, и лучше, может быть. Но не родной мой язык, я, в общем-то, свободно не говорю. Министр должен знать иностранный язык? Я думаю, что да, нужно знать иностранный язык. Хотя официальные вещи, наоборот, мне кажется, надо приучать своему языку. Нет смысла говорить на иностранном. Дело вот в чём. Вы же министр, помимо спорта. Но вы же ещё министр молодёжи. А ваша пасту многомиллионная с английским спит. Он нас с ним просыпается. Вы же министр молодёжи. И вот это их убивает. Их убивает вот что. Как же можно быть министром вообще России, по делам молодёжи, в частности, и не знать английского? Что же вы там все делаете? Нет, нет. Что же у вас за образование? Я думаю, наоборот. Мне кажется, значит, не это самое главное. Самое главное в том, что я готов был ради страны, для того, чтобы получить этот чемпионат. Я был готов станцевать. Я не думал о последствиях. Я думал, как достичь, как вот последнюю точку поставить, убедить этих людей. И я вам хочу сказать, я сразу почувствовал, что мы достигли этой цели. Почему тогда среди всех комментариев, которые идут после этого ролика в Ютьюбе, стыдно-то как? Вам самого не было стыдно? Нет. То есть вы сознательно шли на эту жертву? Ну, конечно. Но за что мне должно быть стыдно? Несколько слов о критике и самокритике, да, напоследок. За что бы вы себя поставили, скажем, удовлетворительно и отлично? Слушайте, я бы не оценивал так удовлетворительно. А я бы имел в виду непрофессиональную деятельность, а жизнь. Что вы, самая главная пятёрка, это двое прекрасных дочерей, у меня уже две внучки. Это хорошая семья. Я думаю, что это самое главное. Пятёрка. Ну что же, мне кажется, пора делать выводы. А какие тут выводы? Надо, чтобы выводы сделали наши зрители. Хотелось бы, чтобы они сделали выводы о человеке, который представляет, и, кстати, бесстрашно представляет сегодня впервые в нашей программе, ну, давайте так, правящий, как сказать, слой, правящую когорту. Мне кажется, что нам господин Мутко достаточно искренне рассказал о том, что делает его богатым внутренним, за что он на себе пятёрку стоит. Дай вам Бог успеха в ваших планах. Дай вам Бог здоровья. Спасибо. Дмитрий Дебров, Александр Карлов. И сегодня у нас был временно доступен Виталий Мутко. Большое вам спасибо и удачи. Спасибо. Дмитрий Дебров, Александр Карлов. Дмитрий Дебров, Александр Карлов.